Всем привет и не прошло месяца, а всего лишь две недели, вышел последний видос по мультиплеер РТС, я ведь сказал, что не заброшу, я не заброшу. В этой серии мы будем расставлять постройки, ну и снова на самом деле не терпится начать, поэтому поехали. Итак, сейчас мы создадим пустой объект, это у нас будет Buildings Display, пресет позиций, на этот пустой объект мы закинем Canvas, естественно скидываем Screen Size, Full HD, расстягиваться пускай будет на всю высоту, графический райкассер пускай пока будет. А хотя он в любом случае нам понадобится, потому что мы все равно будем тут нажимать на кнопочку, ну то есть у нас в любом случае тут будет Raycast, поэтому графический райкассер нам нужен, если вы не знаете, что за графический райкассер, то просто нажимайте на подсказочку и вот он документация. Я просто беру, выделяю, через дипл перевожу и все. Итак, дальше я добавляю картинку, это у нас будет как кнопочка такая, потом F2, Building Button, Buildsync, тоже хорошо. Сразу тебе можно Prefab сделать, Building Button и Building Display сразу сделаю Prefab. Теперь можем удалить со сцены и зайти в сам Building Display, заходим в Button, ну и внутри этой кнопки уже будет еще одна картинка, картинка внутри картинки, это будет пускай серенькая картинка, чтобы мы разрешали, а эту картинку мы уменьшим при помощи... Так, а где у меня это менюшка? А вот у меня это менюшка. Я притащу меню модификации объектов вот сюда получается, потому что ну, оно тут на самом деле получше выглядит. Да и тем более мне тут Pro Grid смешает, поэтому пускай лучше вот тут будет. Тебя уменьшим, там 70 на 70, я сделаю ширину, высоту, позиция по иксу, по игроку в 0. А хотя знаете, что мне сначала надо было делать? Мне сначала надо было растянуть по всему канвасу, ну то есть по всему родительскому объекту. Потому что родительский объект у нас не канвас. И потом уже просто делать отступы. Давайте по десятке сделаем, к примеру. Я один пропустил, а именно сверху. По позиции Z нам не на, потому что это у нас как бы 2D. Можно вообще выбрать режим 2D, чтобы поудобнее было. Это у нас будет Building Icon. Дальше добавляем тебе Tech Smash Pro. Позиций тоже поменяем, к примеру, в минус 50 на минус 50. С высотой и шириной тоже поиграемся, к примеру, 100 на 25 пойдет. Просто размер сейчас уменьшим. Думаю, тут 20 достаточно будет. А также пилот-поинт нам надо настроить, чтобы он был у нас в 0, 0. По X, по Y. Ну и получается позиция по X и по Y будет минус 50 и минус 50. Сейчас укажем тебе цену. Там 1000, 10 тысяч, 100. Сколько тут месяца? Ну давайте 100 тысяч, к примеру. Сейчас просто тебя сделаем жирным. И еще по центру тебя сделаем. Сейчас тебе напишем, что ты у нас Building Price Text. Ну и пускай ты вообще будешь пониже. Потому что я не хочу, чтобы ты на самой кнопке как-то располагалась. Потому что кнопку я буду модифицировать в любом случае. Вот так вот располагайся. И сейчас, если мы будем дублировать от Building Button, то у нас все дублируется. Отлично. Сейчас можем, в принципе, из этого выходить. Building Button мы можем теперь просто располагать хоть где. Хоть тут, хоть тут через Shift Alt зажимая. Давайте вот тут пока расположим где-нибудь в уголке, я думаю. Перетянем тебя куда-нибудь вот сюда. Позиция по X минус 40. По Y 45. Нормально. Ну и сейчас, в принципе, мы весь префаб настроили. Там у меня галочка автосейв поставлена. Смотрите, чтобы у вас тоже была поставлена галочка автосейв. Ну и сейчас, в принципе, Building System можем закидывать и смотреть вообще, как выглядит. Только сейчас нам Event System вообще не нужен, на самом-то деле. И Building System, в принципе, нормально выглядит. И чтоб не мешал, я его пока что удалил, потому что все равно префаб. И тем более, в менюшке у нас располагаться не должен уж точно. Ну и сейчас заходим в скрипты. Папочку Building System создаем тут Building Button. Я привык в последнее время использовать пространство мёд, поэтому я пишу namespace. Так как это просто дополнительная защита. Нам нужна тут ссылка на Script Building. И ещё нам нужна иконка. Ссылка на имидж, получается. Так, пишу имидж, импортирую UI, пишу icon, tmp-text. Это будет у меня price-text. Тоже равен ну. Но нам в любом случае нужны layer-mask, потому что будет это всё располагаться на слоях. Поэтому нужна ссылка на layer-mask ещё. Ну тут у нас будет просто как экземпляр. И дальше нужна ссылка на камеру. Что у нас всё равно, как бы из камеры выходит Raycast. Дальше мне нужна ссылка на самого игрока. Нам нужен игровой объект. Пускай это будет пока Instance. Ну и также нам нужен спрайт-рендерер, то есть мы обращаемся к рендеререр. Вот это скопирую и напишу тут Renderer Instance. Даже лучше Building Renderer Instance напишу, потому что что-то непонятно, как это тут называю. Ну и дальше, естественно, я обращаюсь к скрипту Building. Тут у меня будет ссылка на сам по себе Building. Building Prefab пускай будет. Ну и дальше мы будем вообще создавать метод. Так и назовём его Building Prefab. Ну и мы просто будем возвращать, получается, вот этот вот Building Prefab. Building Bat, а не после всех этих ссылок мы создаём метод Start. Тут мы получаем просто главную камеру. Ну и также нам потребуется ещё Update. И в Event Selection Handler я пока скопирую вот эту проверку плейера на 0 и закину её в Building Button. Потом идёт Icon Image. Будем сейчас иконку получать. Нам нужно сначала получить спрайт и потом обратиться к билдингу и вызвать метод GetIcon. И дальше мы будем просто менять текст. И тут мы будем получать цену. И мы это переводим в строковый тип. Ну и также нам потребуется тут интерфейс iPointerDownHandler. Нам нужно будет импортировать тут Event Systems. Его нет. А, нет, он есть. Я извиняюсь, не заметил. А потом надо реализовать. Надо тебя закинуть, ну, куда-нибудь в конец. Потому что мне не надо, чтобы ты до старта и до апдейта тут всё делаешь. Потому что мне не нравится, когда что-то идёт у меня до старта и до апдейта. Ну, то есть кнопочка идёт вниз, кнопочка идёт вверх. Вот так вот. Сейчас мы будем получать данное событие. Точнее, она будет проверять Event Data. Потом это будут данные кнопки. Пишем, что они не равны. Point Revenue Data Input Bottom. Правильно подсказал. И это будет Left. Данные, нажатие, кнопка ввода и левая кнопка ввода. В данный момент это я бы так сейчас перевёл. То есть у нас тут происходит проверка на нажатие левой клавиши мыши. Это если говорить на языке новой импут системы. Ну, на самом-то деле она более понятна, как по мне, нежели старая импут система. Building Instance. И потом используем метод InstantShade. Тут мы будем созвать, получается, Building. Обращаться будем к методу GetBuildingPrefab. У меня изначально тут был метод BuildingPrefab, но я его просто переименовал на GetBuildingPrefab, потому что мы его в любом случае сейчас просто получаем. То есть это у нас всё срабатывает, когда мы нажали левую кнопку. То есть OnPointerDown, это когда мы нажали левую кнопку. А OnPointerUp будет срабатывать, когда мы отпустили её. Дальше Renderer нам надо получить. Я уже забыл, что там написал. BuildingRenderer. BuildingRendererInstance. Дальше мы получаем компонент у ребёнка. Потому что Renderer сам по себе это у нас дочерний объект. А если был родительский, то был бы просто GetComponent. Дальше в OnePointRab проверяем, что у нас состояние не null. Это получается BuildingInstance. Если равно null, то мы прерываем выполнение метода при помощи Return. Если нет, то используем RayCast. Для начала просто луч будет. MainCamera, CreamPointToRay. Будем получать текущую позицию мыши. И импортируем путь систем также. Потом пишем Current, потом пишем Position. Слишком много потом, потом ReadWalue. Это у нас метод. Дальше пишем, если это физический луч. Дальше параметрами передаём сам луч. Выходной параметр. Это у нас будет RayCastHit. Третьим параметром у нас идёт максимальная дистанция. Это у нас будет MaffEvInfinity. И WearMask нам ещё нужна. Это будет Forma. То есть FormaSk это у нас как раз таки маска для именно построек. Именно для UI. Ну а дальше. Если это условие не выполняется, то мы используем Destroy. Уничтожаем BuildEakInstance. Дальше нам в любом случае надо обновлять состояние построек. Потому что понятно, где у нас будут разные постройки. UpdateBuildingInstance. И дальше проверяем. Если у нас состояние равно Ну. BuildEakInstance. То Return. А если всё хорошо, то мы обновляем. Ну а при обновлении что мы будем делать? Мы будем также получать луч. И давайте скопируем ещё вот это вот условие. И будем проверять, если это не физический Raycast. Если это не оно, значит Return. Дальше обращаемся к BuildEakInstance. И получаем позицию. HitPoint. Ну и в OnePointerDown я ещё напишу, что BuildEakInstance у нас будет равен False. То есть мы его изначально будем отрубать. Потом в этом методе я пропишу, что у меня BuildEakInstance. ActiveSelf. Что за ActiveSelf-то? Вот давайте посмотрим. Это локальное активное состояние игрового объекта. То есть локальное активное состояние тут будет равно True. Так, в этом методе я пишу, что у меня активирован BuildEakInstance. Если ActiveSelf, то у нас получается мы врубаем BuildEakInstance. А тут у нас нет параметров. Дальше мы дублируем UnitBase. Это у нас будет UnitSpawner. Ну и UnitSpawner мы уже будем делать в следующей серии. Поэтому, чтобы её не пропустить, подписываемся на канал и ставим колокольчик. Также оставляйте комментарии, заходите в Telegram. Можете поддержать меня на бусе, где уходит эксклюзивный контент. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok